Не удержалась Катя и уже пошла к нашей прекрасной гости. Ну а я пока что стою на страже, потому что должен представить человека, который сидит в нашей студии. Член Общественной палаты Республики Крым Инна Шишова, доброе утро. Доброе утро. Сходу, поскольку уже коллеги с радио немножко рассказали, но все же обязан задать вопросы. Рассказывайте, что вы нам принесли в студию. Во-первых, разрешите, пользуясь случаем. Конечно же, и вас, ребята, поздравить с таким главным праздником нашей страны и всего мира. Обратиться и к ветеранам, и к крымчанам. Спасибо и низкий поклон ветеранам, что подарили нам мирное небо, независимость, свободу. И за то, что мы о войне знаем из рассказов, из кинофильмов и песен. Поэтому мы пытаемся наше поколение чтить и помнить. И вот таким, может быть, даже способом попытаться предотвратить фальсификацию истории, которую сейчас пытаются перевернуть разными способами западные европейские лидеры. И вот у меня в руках газета «Правда» московского издания от 10 мая 1945 года. То есть это такой знаменательный экземпляр, где зафиксирована безоговорочная капитуляция фашистской Германии, где обращение лидеров мировых, это и премьер-министра обращения Великобритании Уильяма Черчилля, и президента США Трумэна, обращение Иосифа Виссарионовича Сталина. Здесь список маршалов опубликован. Она любопытна тем, что здесь опубликован указ Президиума Верховного Совета об учреждении медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Само положение опубликовано. Поэтому вот такие исторические материалы, сохранение такой исторической памяти, наверное, уже лежит ответственность на наших плечах, чтобы оно не лежало ни в архивах, ни на полках не пылилось, а чтобы могли поколения последующие обращаться к вот таким вот данным, а не к мнениям нынешних интерпретаторов. Кстати, это газета из архивов или, возможно, домашних архивов? Я, если, пожалуйста, присоединюсь, потому что посмотрю, хочу посмотреть лично. Я вам, во-первых, вручу по экземпляру. Спасибо, спасибо большое. Благодарим. Это теперь для вашего тоже домашнего семейного архива. Вот хочу показать, это тот самый оригинал, с которого репринт сделан газетой, распечатан и уже размножен по всему миру. Вот оригинал, на котором очень видно отпечаток времени, она такого уже желтого цвета, но я храню ее. Эта газета досталась мне, оригинал от моей бабушки. В каждой семье воевали. Также у меня прадедушка и бабушка, они партизанили, они участники Бешуйского боя освободительного в феврале 1944 года. И я очень хранила эту память, но вот в какой-то момент я решила, что нужно выпустить в мир, чтобы также поделиться таким с крымчанами. И очень рада, что поддержал на встрече в марте Владимир Владимирович Путин. Я вышла с инициативой распространить эту газету по всей России. Он поблагодарил за эту идею, потому что крымское руководство уже поддержало. И мы начали эту газету распечатывать и множить. И школьникам уже роздана газета для того, чтобы они подготавливали творческие вечера. Также хочу отметить, что в связи с сложившейся такой ситуацией, что мы не можем массово устраивать торжественные мероприятия, мы немножко пока распространение этой газеты ограничиваем, чтобы не контактировать со старшим поколением. Потому что ветераны, дети войны, это уже более такого возраста, с которыми сейчас нам не нужно лично контактировать. И хочу сказать, что поддержала также идею почта Крыма, которая потом при распространении массовом занесет почтальоны в каждый дом. Мы постараемся, чтобы она осталась, и тем самым мы поможем такими историческими данными наполнить архив, каждый домашний архив. Ну вот, не могу не спросить, учитывая действительно актуальный режим самоизоляции, в сеть в цифровом формате газета уже попала или это пока не сборило? Да, и в этом плане я не новатор. Эта газета в интернет-сети есть. В каком-то городе России тоже парень передал оригинал этой газеты в музей в своем городе. Это в 2017 году, кажется, было. То есть в цифровом формате эта газета есть, я как могла распространила ее и по группам, чтобы могли пользоваться уже выписки какие-то делать. Потому что, вы знаете, тут такой интересный слог, так уже не пишут, не пишет нынешняя пресса, стихотворение. Они очень трогают. И, наверное, у нас наши дети дальше, они все дальше от этого события. И, может быть, только по фильмам, по рассказам и по стихотворениям это знают. А мое поколение, я, сидя за столом с бабушкой, слушала все. Теперь, конечно же, жалею, нет бабушки в живых, что не записывала каждое слово. Потому что такие моменты вот по крупицам надо собирать и хранить, и передавать в поколение. И здесь и стихотворение, тут и как обратился генерал Деголь по случаю победы, встречу на радио. И обращение английского короля к английскому народу. Ну, в общем, она... Это действительно очень интересно. Расскажите, вот уже какой-то отклик получило распространение этих экземпляров? По России разошлось более 30 тысяч экземпляров. После встречи с президентом он сказал, что мы подумаем, как это можно более массово распространить. И вот уже позавчера транслировал первый канал, что кто как может, кто в конверты эти газеты заворачивает, передает ветеранам. Пошла газета гулять уже в массы. В общем-то, в возможных условиях максимально широкое распространение получает, которое можно. Наоборот, сейчас... Ну, я говорю, в сложившихся условиях, конечно. Да, в сложившихся, да, как только это возможно сейчас. Хотел, конечно, на предыдущей трогательной ноте закончить, но понял, что не можем не задать информативный вопрос. Теперь мы в курсе. Большое спасибо вам за то, что... За подарок, в первую очередь. За то, что пришли, принесли настроение. И вот за эту чувственность, которую тоже принесли с собой. Спасибо. Я напоминаю, что у нас была прекрасная гостья, член общественной платы Республики Крым Инна Шишова.